Когда велмоса не было в компании, да, было только косметическое таблице. Меня слышно? Очень хорошо слышно. Спасибо. Вот, но сейчас кажется это странным, да, как это так, велмоса не было. Ну вот были те времена, потому что ему всего 5,5 лет, и тем не менее, видели, да, результаты Юлия показала, что за 5,5 лет мы вот так вот, то его любим, то не любим, то понимаем, зачем он нам нужен, ну то почему-то вроде как-то понимаем, но не едим. И вот сегодня я бы хотела поговорить на тему велмоса с точки зрения, собственно, зачем он нам нужен, да. И чтобы знать и понять, зачем нам нужен велмос, нам нужно знать, зачем мы вообще едим, зачем нам нужно питание в нашей жизни. Ну что такое велмос, да, вот слово велмос, мы с вами уже знаем, да, что это составное слово, которое из двух составных частей, да, конечно, состоит, столько тартологий, да, простите. То есть велмос — это фитнес плюс би-велл. И вот соединив вот эти вот два слова, мы не можем дословно его перевести, то есть велмос означает это качество жизни. Что входит в качество жизни? Китание, солнце, это образ жизни. Да, то есть это совершенно верно, это наше состояние, это наш образ жизни, это то, как мы питаемся, это наша физическая активность. Ну вот, собственно, наша физическая активность, да, как правило, вот такая вот сейчас. Да, у нас бешеный ритм жизни, да? У нас-то нет. У вас нет? У нас не такая. Я в целом, да, сейчас без людей взять, не дай бог, конечно, да, имею в виду, что мы постоянно бежим, да, что-то рекрутировать надо, постоянно бежим, домой прибежать надо, детей накормить надо, бежать там в школу какие-то дела решить надо, на работе надо, в орифлейн надо и так далее, и так далее. И вот этот вот бешеный ритм жизни, ну вот порой не всегда, не всегда, сказывается, на нашем здоровье не очень хорошо. И мы с вами знаем, да, Юля уже сказала, что всегда наша физическая активность зависит от, наше самочувствие зависит от нашего образа жизни. А хотим, на самом деле, мы всегда хорошо выглядеть, прекрасно себя чувствовать, всегда быть в форме, и что нам для этого нужно? Да, вот есть, нужно просто задуматься, задуматься о том, для начала, что мы едим, что мы в себя вот туда, да, внутрь складываем. Потому что есть вот такое выражение, очень хорошее, да, что здоровье — это то, что люди больше всего стремятся сохранить, но меньше всего берегут. Все люди согласны с тем, что нам нужно здоровье. Все хотят быть здоровыми. Или есть кто не хочет быть здоровыми. Ну, а так вот мы, да, рукой машем, ну, это же наше здоровье, да. Ну, да, хотим, чтобы оно было. Ну, вот что для этого нужно сделать, да? Ничего не делаем. Ничего не делаем, да. Для этого нужно что-то хоть что-то делать, да, с чего-то начать. Чтобы с чего-то начать, давайте, да, вот рассмотрим, зачем, собственно, мы едим, да. Наш организм, мы понимаем, это вот такая очень сложная система. Ну, можно сказать, да, нас создали как саморегулирующие, такой совершенной, самовосстанавливающейся системы, да, организм, которая 50 тысяч миллиардов клеток содержится, да, и 300 миллиардов новых клеток воспроизводится каждое существо. Вы представляете, вот нашему организму, вот этой сложной системе постоянно нужны специальные расходные материалы, да, так скажем, чтобы она работала, чтобы хоть как-то держалась на плаву. Что такое расходные материалы для человека? Ну, условно, да, расходные материалы. Белки. Еда. Это наша еда, конечно, это и витамины, и минералы, и аминокислоты, которые незаменимыми, да, называются, и углеводы сложные и простые, и жиры, и клетчатка. В общем, все это нужно, да, для того, чтобы эта система работала. И мы понимаем, да, если углубиться в историю, то еще Гиппократ, который до нашей эры, да, давно-давно там жил, он говорил о том, что на самом деле все болезни — это не проклятие богов, да, это все от того, что мы с вами неправильно питаемся. И они тогда это делали, и мы, к сожалению, это делали, да, в настоящее время. В настоящее время, то есть это дисбаланс питания и недостаток физкультуры. Вот, давайте начнем задумываться. И в настоящее время, да, уверен кто-нибудь из нас, из вас, что наш с вами рацион полностью сбалансирован по питательным веществам. Есть в зале хоть один человек, кто уверен на 100%? У меня нет тех, кто вон из ПЭК пьет. Ну, ПЭК — это один из вариантов, да, поспокойнее. Ну да, мы сейчас подойдем к ВЭЛНЕСу тоже, да, когда будем говорить, собственно, о том, зачем нам нужна еда. А стоит вопрос или не стоит, есть или не есть? Нет, всегда мы знаем, что мы солнечной энергией питаться не умеем. Помните, да, кто по телевизору показывал, когда одна дама стала солнечной энергией? Не все умеют, она одна такая, уникальная, да. Но обязательно должны есть, потому что питание влияет вообще на всю нашу деятельность. Абсолютно, да, от нашего питания зависит все. Все наши успешные дела, очень успешные дела, все, что хотите. Вот, поэтому вопрос есть или не есть, не стоит. Вопрос, мы знаем ответ, да, есть. Следующий вопрос, что есть? Есть такое замечательное сравнение, тут страшную картинку, чем мы заправляем наш автомобиль. Мы привыкли заправлять наш автомобиль качественным топливом, хорошим бензином. В последнее время у нас там сложности были с бензином, не знаю, как у вас здесь. И вот машинка ездит замечательно, на хорошем бензине. Но тут вдруг появились какие-то обстоятельства, и вы решили заправить свой автомобиль с некачественным топливом. Ну, менее качественным, так скажем. Ну, что будет, если мы там с 95-го, я не знаю, с 92-го перейдем, да, или там сюда-то, да. Машинка может сказать, что что-нибудь закряхтит где-нибудь, что-нибудь двигает или стуканет, да, где-нибудь проедет, остановится. Ну, вот, собственно, она нам дает понять, да, что я не хочу некачественный бензин, я хочу кормить меня качественно. То же самое мы делаем, да, со своим организмом. Когда мы на протяжении многих-многих, там, скажем, веков, да, наши предки получали качественную пищу, и тут вдруг, без того ни сего, ну, для упрощения, так скажем, появился фастфуд, появились всякие разные снеки, всякие прочие полуфабрикаты, да, которые способны вроде как бы облегчить нашу жизнь, нашу вот в этом бешеном темпе жизни, да, нам помочь. Ну, на самом деле, это все ведет к тому, к чему ведет, да, мы все прекрасно знаем. Поэтому остается выбор, да, между тем, что есть полезную еду, так скажем, или неполезную еду. Что нам нужно обязательно каждый день, вот, получать внутрь, ежедневно, вот, прям каждый день и обязательно. Это должны поступать в организм. Не только белки и жировые углеводы, да, все правильно, мы сейчас про это поговорим. Это называется макронутриенты. Ну, можно сюда клетчатку еще добавить. И есть так называемые микронутриенты, это витамин и минералы и вода, правильно сказать, что кто ест, то это уже более-менее, да, спокоен, микронутриенты поступают. Что касается макронутриентов, давайте мы их разберем. Что это такое? Начнем с углеводов, поскольку, ну, именно вот углеводы у нас такое, такой макронутриент, да, который, собственно, очень часто нам пакостит, да, так скажем. Назовите углеводы, которые вы знаете. Ну, просто вот, углеводы. Пироженки. Пироженки еще. Белый хлеб. Белый хлеб. Шоколад. Сахар, шоколад. Каша. Каша. Каша, хлеб. Вот так еще хорошо. Макароны. Макароны замечательно. Картофель. Картофель. Все прекрасно знаете, что такое точка. Вот. Это тоже можно, да? Вот. Да, действительно, вы правильно называете, но это разные углеводы, да. Если они медленные, есть быстрые. Еще их называют там плохие, хорошие. То есть медленные и быстрые по скорости усваивания, да, в организме. Зачем нам это нужно, да, я сейчас вам расскажу. То есть медленные углеводы, они медленно усваиваются, все очень просто. И очень долго дают нам энергию и сытость на целый день. К медленным углеводам относятся, вот вы правильно назвали, это каши, да, цельнозлаковые продукты. Это черный хлеб. Это рис, при этом он не белый, да, коричневый рис, не очищенный должен быть. Это бобовые, это овощи, это фрукты. И есть быстрые углеводы, которые вы тоже правильно назвали, это все пироженки, все, что связано с белым хлебом, с мукой, да, с сахаром, да. Вот эта вот мука, с сахар, все сладости и выпечка, это все относится сюда. Почему они быстрые? Потому что они очень быстро усваиваются нашим организмом, очень быстро дают нам энергию, но она краткосрочная. Кроме того, есть такое вот еще понятие, как гликемический индекс, да, который показывает как раз вот влияние потребленных нами углеводов на уровень сахара в крови. Встречались с этим понятием? Я думаю, да, всем, кто знаком с wellness, уже точно встречались, да, потому что это понятие сейчас абсолютно для всех людей, да, доступно. И мы его тоже с вами должны знать и доносить до наших потребителей, потребителей wellness, да, что это такое, собственно, почему быстрые углеводы, они вреднее, чем медленные. Вот мы видим, да, медленные углеводы, это хорошая красная пунктирная линия, а быстрые вот такая вот синяя. Вот чтобы просто было объяснять, съедаем мы какой-то быстрый углевод. Ну какой мы хотим съесть? Шоколад. Ну шоколад, да, он может быть безаметный. С водочкой, с водочкой. Вот, да. И у нас что происходит? По идее вот этот углевод, да, феррожное, шоколад, что хотите, дает нам очень быстрый приток энергии. Мы чай попили с печенькой, наш шоколад. Все, мы почувствовали эту энергию. Почему? Потому что у нас в организм поступает вот этот сахар, да, это дает нам энергию, но нашему организму нужно вот этот сахар куда-то девать, ну, утилизовать, превратить и в энергию, и в запас этой энергии, да, поскольку здесь его больше нормы. Вот норма, это вот где красная пунктирная линия, да, а где синяя, это выше нормы. Чтобы наш сахар правильно усвоился организмом, что для этого нужно? Есть у нас такой гормон, да, инсулин называется, который поджелудочная железа обрабатывает. Именно этот инсулин, он помогает сахару правильно, да, усваиваться в организме. Если норма вот здесь, представляете, сколько нужно инсулина выработать в поджелудочной железе, чтобы вот это вот выше нормы все усвоилось. Естественно, она работает, ну, вот, в бешеном темпе, да, больше, чем, как бы, природой предназначено. Сколько она так проработает? Вот, да, то есть я думаю, что есть выводы. И если это делает действительно постоянно, да, она свой ресурс вырабатывает, и через какое-то время диагноз сахарный диабет. Куда вот этот сахар девается-то? Лишний. Вот столько, да, у нас уходит в энергию, а все остальное, у каждого есть свое место, да, у кого где. То есть действительно он откладывается в виде запасов этой энергии на боках, на животе, на бедрах. Все знают, у кого где и куда это все откладывается. Если же мы едим пищу, вот, медленные углеводы, да, то у нас поджелудочная работает нормально, и энергия у нас движется медленно, плавно, и, ну, несколько часов, да, чувствуем себя сытыми, деятельными, и так далее, и так далее. Это что касается углеводов. То есть понятно, от чего мы толстеем, полнеем. Да. Теперь жир. Это тоже макронутриент, который необходим, чтобы он поступал в наш организм ежедневно. Кому он нужен? Всем нужен или нам не нужен жир? Нужен, нужен. Да, да. Собяна Сибири. Обязательно всем. На снегу спит. И тем, кто на снегу спит, тоже. И жиры бывают разные, да, ненасыщенные и насыщенные. Вот здесь вот наглядно видно, да, зелененький сигнал светофора и красненький сигнал светофора. То есть, собственно, какие жиры нам необходимы для полноценной жизнедеятельности. Жиры, это рыба, это растительные, ну, грубо говоря, это растительные жиры и рыба. Вот это полезные жиры, которые нужны нашим сосудам, головному мозгу, нашему организму, нашим гормонам, да. И насыщенные жиры, это животные жиры, ну, все, что к ним относится, да, молочные жиры, вроде как, тоже к животным относятся. И масла тропических растений, считается, да, что они насыщенные жиры. Почему они насыщенные? Можно такой параллель провести, да, что они насыщают наши сосуды холестерином. А ненасыщенные жиры, наоборот, очищают эти сосуды от холестерина. К этим же, к полезным жирам, сегодня Юля уже сказала, что мы еще относим, более ненасыщенные, да, незаменимые кислоты, ряда омега-3 и омега-6. Раз они незаменимые, значит, необходимые, совершенно верно, каждый день, каждый день. Если омегу-6 мы с вами еще можем как-то получить, допустим, там, животные, да, животную пищу мы едим, растительные масла, семечки, орешки там грызем, да, допустим, там, альфалиноленовая кислота, кислоты, то эйкоза пентакаеновая и доза гексоеновая, они находятся только в омеге-3. И пропорция должна быть омеге-3 к омеге-6 в идеале вот один к одному, один к четырём. А у нас с вами, знаете, какая? Какая? Один к двадцати пяти. То есть омега-6 попадает в наш организм. Худо-бедно, дай бог, да, попадает с животными, с растительными маслами. А омегу-3 мы где можем взять? Только в рыбке. Это рыбий жир. А как мы едим рыбу? Что взрослые, что дети, да, все люди. Мало. Даже те, кто на снегу спит. В солёном виде. Ну, в солёном виде. При этом, да, должна быть жирная рыба. Чаще спьём. Обязательно. Поэтому, обязательно, да, дополнительный приём омеги-3, он должен быть, чтобы пропорция хоть как-то более-менее уравновесилась. Противопоказаний никаких нет. Передозировок по рыбьему жиру даже у эскимосов не бывает. Поэтому не боимся, а наоборот, да, употребляем. Для чего она нам нужна? Во-первых, самое главное, да, предназначение, это профилактика сердечно-сосудистых катастроф. Так скажем. Потому что с помощью омеги-3 мы очищаем наши сосуды. Вот у кого-нибудь есть повышенный холестерин? Вы знаете, что врачи советуют тем, у кого повышенный холестерин? В первую очередь. Да, омегу-3. Принимать рыбий жир дополнительно, чтобы очищались сосуды. Обязательно. Это... Врачи другой рекомендуют, да, они рекомендуют другие сосуды. Да, это отдельная тема. Но на самом деле, вот у меня мама несколько лет назад очень удивилась, когда пришла к врачу и говорят, у вас повышенный холестерин, вам нужно принимать омегу-3. А у нас есть? Как-то вот об этом не задумывались, да, и потом пошло-поехало. Действительно, холестерин снижается. Для нервных, для мозговых клеток омега-3. Для детей ее нужно больше, да, понимаете почему? Потому что у них формируется нервная система, у них мозговые клеточки, собственно, да, состоят из рыбьего жира практически, да, из омеги-3 будет, так говорить. В состав входят, да, более насыщенные жирные кислоты. Для нас, как для косметической компании, это тоже важно, потому что омега-3 это красивая, эластичная, не сухая, не сморщенная, да, кожа. Она более, она разглаживается, да, становится очень красивой. И кроме этого, да, Юля уже сказала, почему важно принимать нашу омегу-3, потому что это чистый, высококачественный продукт, который имеет сертификат GMP-качество. Знаете, что такое GMP, да? Да, это фармацевтический стандарт качества, выше которого нет. То есть в Европе просто не существует. И если есть вот витамины, да, или омега, ну, у нас и ПЭК, и омега, и астокстантин, все имеют этот стандарт качества, да. Мы понимаем, да, в Европе, когда спрашивают, у вас есть, вот про Велнаспек рассказывают, есть у вас там GMP, есть, все берем. То есть дальше им объяснять, чего не надо, потому что мы с вами еще не очень, как бы, да, доверяем, не очень знаем. Но на самом деле у нас в аптеках, если посмотреть, всего 5% препаратов имеют GMP-стандарт. Наши имеют. Сколько? 5%? 5%? Да, всего 5%. Мы еще до недавнего времени не знали, что это такое. Передачи смотрели, да, рассказывали, что люди спрашивали, что есть такой стандарт качества. Это европейский стандарт. Поэтому и взрослым, и детям на самом деле можно в любом виде употреблять, да. Для здоровых людей у нас норма Велнаспеки, да, 2 капсулы в день. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то мы увеличиваем дозу минимум в 2 раза. Можно употреблять 1 ложку детского рыбьего жира, да, потому что 1 ложка детского рыбьего жира равна примерно 10 капсулам взрослым, да, 5 дозам капсулам взрослым. Теперь протеины или белки. Для чего они нам нужны и что они могут? Оптимальные источники белков, я думаю, вы знаете, да, давайте перечислим. Что такое белок? Полиция, мясо, незаменимый аминокислот, строительный материал. Ну все, знаете, да, великолепно. Строительный материал, да, для всех клеток, незаменимые аминокислоты. Вот иногда так говорим, рассказываем нашим клиентам. Незаменимые аминокислоты. То есть есть, что незаменимые, да, то есть есть такие вот вещества, которые нам необходимы ежедневно. И это надо не просто говорить, да, надо как-то понимать, что действительно есть вот эти вот незаменимые аминокислоты, вот эти вот белки. И, ой, сори, много белка. Курица, рыба, да, вы сказали, сломолочные продукты, молоко. А вот эти вот продукты, которые мы тоже как бы называем белками, мясом, на самом деле больше всего не мясо, не белки, не белков содержат в себе, а жиров. Причем жиров насыщенных. И когда мы едим колбаски, сардельки, бекончик, там, какой, свининку и так далее, и с чистой совестью думаем, что мы едим белок, на самом деле, по белку это очень бедные продукты. В основном мы едим как раз вот те самые насыщенные жиры, которые забивают наши сосуды холестериновыми пляшками. Ну вот здесь понятно, да, каким продуктом мы должны отдавать предпочтение в нашем ежедневном питании, в нашей ежедневной жизни. И плюс к этому у нас есть с вами помощник. Это коктейльный чирл баланс, ну супчик тоже, да. Сейчас поговорим про коктейль. Почему у нас вместо 214 и теперь 100, сколько там, 4 консультанта, да? 108, да, разница есть. Решили как бы его уже не употреблять. Ведь все сделано для нас с вами, да. Мы говорили про бешеный ритм жизни, то, что мы ничего не успеваем. Лежим туда, лежим сюда. Нам нужно быстренько накормить семью, быстренько. Для этого нам как бы, ну, мир там приготовил полуфабрикаты. Вот вместо этих полуфабрикатов, если все вот эти вредные перекусы, заменив продукцией wellness, тогда со здоровьем будет все в порядке. Тогда вы будете чувствовать себя великолепно, выглядеть потрясающе. И легко, главное. Да, и главное, очень легко это сделать. И потому что вот если брать на примере коктейль, да, это настолько идеальнейший баланс полезных веществ, это еда. Он ничего не, ну, как бы не лекарство, он не позиционирует наш коктейль как лекарство. Это сбалансированная еда, которая содержит три источника белка. То есть все незаменимые вот те самые аминокислоты, которые нам нужны ежедневно, содержатся в нашем коктейле. Это не значит, что мы кроме коктейля ничего не должны есть, да? Мы сейчас до этого дойдем. Но, тем не менее, три источника белка для оптимального, собственно, поступления вот этих вот самых аминокислот. Хотите сбрасывать вес с помощью коктейля, идеально это происходит. Хотите просто вести здоровый образ жизни, да, чтобы ваши клеточки насыщались всеми полезными веществами? Пожалуйста. Просто нужно заменить вредные перекусы на коктейль. При этом здесь еще высокое содержание омега-3. Мы помним, да, про вот этот вот дисбаланс, и надо омега-3 нам черпать только откуда только можно. Вот в коктейле она есть дополнительно. И коктейль – это также низкий гликемический индекс, да, 28 единиц. Помним, да, вот эту вот кривую? Когда мы употребляем коктейль, наш гликемический индекс в среднем в организме, он уменьшается. То есть если даже мы съели где-то тот самый сладкий, да, углевод быстрый, то, ну, без перебора, гликемический индекс наш коктейль сможет выровнять, так скажем. Вот там вот тоже, да, очень полезно. Запатентованная формула. И вот по поводу пользы, да, я уже говорила, что если мы будем в наш организм накидывать ту еду, которая, ну, какая попала, да, что попала, вот из тех, из красненького, сигнала светофора, быстрый пастунь и так далее, да, то можно такой параллель провести, что наши клетки будут получать информацию неправильную, да, вредную. И, соответственно, наши клетки не будут здоровыми. А они хотят воспроизвести себе подобные клетки. Ну, собственно, такие и производят. И если клетки у нас с ненужной, с вредной, с искажённой информацией, естественно, они будут воспроизводить такие же больные клетки. Если же мы будем питаться правильной едой, наши клетки будут получать грамотную, нужную информацию. И воспроизведить себе подобные, да, уже будут клеточки здоровые. Это хорошо? Да, это просто здорово. Вот это, собственно, макронутриенты, которые нужны нашему организму, нужны ежедневно. Каждый день. А ещё есть такие микронутриенты. Это минералы и витамины. Для чего они нам нужны, мы все прекрасно знаем. Нужны? Да. Где мы берём минералы обычно, да, в обычной жизни? Обычно. Да, да. То есть обычно минералы мы тоже через еду. Через еду. В основном это фрукты и овощи. А зная, как объединены наши почвы, да, загружены разными там удобрениями, химикатами и так далее, мы можем предположить, что предполагает, мы с вами знаем, да, насколько снижено сдержание витаминов и минералов в наших овощах и фруктах. Знаем же? Прекрасно знаем. А минералы нам нужны, потому что они участвуют абсолютно во всех жизненных процессах нашего организма. Какие мы знаем минералы? Кальций знаем? Мы не закупываемся, у нас ПЭК есть. ПЭК есть, если что, ПЭК, да, совершенно верно. Нужен, да, обязательно. Магний знаем? Да, для сердца обязательно нужен. Ну, в ПЭК есть, если что, железо, совершенно верно. Селен, цинк, медь, да, и так далее. Кстати, да, абсолютно. Представляете, сколько их нам нужно, да, в организме. Витаминки. Вот витаминки мы с детства, да, привыкли, что вот они такие вот, желтенькие бывают и всякие разные бывают. На самом деле витамины мы тоже, по идее, должны получать с пищей. Кулинарная обработка, объединенные почвы и так далее, и так далее. Если еще и человек на диету садится, мало того, что вообще по калориям, да, мало он получает еды, еще и с этой едой витаминов получает очень мало. Поэтому витамины нам нужны, да, для профилактики разных заболеваний, для того, чтобы, собственно, все наши вот эти вот употребляемые, в том числе углеводы, превращались в энергию, тоже нужны. Если мы чувствуем где-то утомляемость, да, повышенную, где-то, может быть, сниженную работоспособность, мы задумываемся о том, что у нас, может быть, нехватка витаминов в организме. Не задумываемся, а это вот серьезный побыл, на самом деле, задуматься. Если у нас волосы стали тусклыми, ломкими, перхоть появилась, мы задумываемся о том, что у нас, может быть, нехватка витаминов. Нет, не задумываемся. А мы же думаем, что думаешь, да, подумаешь, что... Последственное, что-то последственное. Вот, все что угодно. Если у нас прыщики на лице, пятна на лице, не знаю, там, экзема, на что мы грешим? На все что угодно, но только, да, на нехватку витаминов. А на самом деле, посмотрите, да, по данным, вот, научно-исследовательского института, рам полностью обеспечены всеми витаминами только 10% россиян. Я могу, конечно, предположить, где эти 10% территориально находятся, да, там, где зреют апельсины, лимоны и маслины, да, фиги и так далее. В России. Знаете, Россия, да, где много фруктов. Это сетевихи. Причем, ну, плюс мы, да, и то, потому что у нас есть ПЭК. Есть еще такое понятие, как полигиповитаминоз. То есть у большинства россиян наблюдается, у меня нехватка там одного витамина А, у меня вот прыщики появились, значит, у меня нехватка витамина А. Да, или у меня там перхоть появилась, у меня нехватка витамина П, там, скажем. Да, или у меня там простудные заболевания частые, нехватка витамина С. На самом деле, вот полигиповитаминоз, это когда не хватает 3 больше витамина. А их же гораздо больше, да, на самом деле. А витаминоз, это страшно, а тут еще... Да, ну, полигиповитаминоз, а витаминоз. Ну, а витаминоз, это когда вообще нет витамина, да? Тогда, да, такого практически не бывает. Есть гипер, есть гиповитаминоз. Там же наше такое, у нас в народе ходит а витаминоз. Это когда полностью организм без витамина. Ну, это что же, да. Поэтому надо об этом задумываться. Конечно, мы знаем, что у нас есть замечательный пэг. И вот представляете, если 10% населения у нас с витаминами, кому мы можем предложить 90%? Именно вот Wellness Pack, потому что в нем содержатся вот они, вот эти вот пилюрки, которые содержат мультивитаминно-минеральный комплекс. И рассчитан он не на курсовые применения, а на ежедневное. На ежедневное применение 10 минералов, 12 витаминов, никакого гиповитаминоза, поли, тем более. Каждый день, всегда, на протяжении всей жизни, мы принимаем специальные вот эти вот пилюрки GMP-стандарт с патитолио. Про Wellness понятно, для чего это нужно, да, и избежать этого просто, ну, как бы нельзя. Очень удобно причем. Берешь пакетик, вот тебе рыбий жир, вот тебе мультивитаминно-минеральный комплекс, где витаминки и минералы именно в такой дозе, там не бойтесь, да, никакого передозировки никогда не будет. Она рассчитана таким образом отдельно для мужчин, отдельно для женщин, чтобы мы ее употребляли именно вот ежедневно, не курсами, там, да, перед зимой или перед весной, когда холодно или, там, грипп на проге, а каждый день. И есть еще там вот такая вот пилюречка, да, которая называется шведский бьюти-комплекс. Шведский бьюти-комплекс, да, что это такое? Вот, как мы к ней относимся, к этой вот пилюрке? Замечательно. Да, мы уже привыкли, мы знаем, что это такое. Сейчас туда добавился еще экстракт черники, да, который содержит антоцианин. Это природный тоже антиоксидат и для наших глаз, ну, как бы самое то, да, очень хорошо. И вот тот самый астаксантин, который является самым мощным на сегодняшний день антиоксидантом. Знаем, да, что такое антиоксидант? Да, это вещество, которое, собственно, нейтрализует свободные радикалы. Свободные радикалы, они поражают наши клетки, портят там, да, хоть живут доли секунды, но пакостят там очень будь здоров. Так вот, астаксантин, он способен проникнуть сквозь мембрану клетки и нейтрализовать свободные радикалы даже там. То есть в сто раз мощнее витамина Е, витамин Е считается достаточно мощным антиоксидантом. А наш астаксантин, ну, обычно антиоксиданты мы тоже берем у природы, да, природа у нас умная. Она сама защищается, как бы, от свободных радикалов, да, в том числе от солнечного, да, излучения, от ультрафиолетового излучения. Вот представляете водоросль, да, гематококус плювиалис она называется, которая себе располагается у берегов, там, Стокгольмского архипелага. Красивая такая, зеленая. И вот начинается отлив, солнце светит, свободные радикалы атакуют. Что природа делает? Сама водоросль начинает вырабатывать вот такое вещество, как оно называется, астаксантин. Это тот самый красный пигмент, который является мощным защитником как раз вот от этой вот атаки свободных радикалов. Сама природа вырабатывает. Но люди научились брать, эту водоросль, да, культивировать и извлекать из нее вот этот вот пигмент. Это просто-напросто пигмент из группы бета-каротиноидов, тот же самый мы можем с вами где найти? Красной рыбе, да, в креветках, там, ну, петушкам, там, в гребешке, только мы его не едим, да, и так далее. То есть именно вот этот вот каротиноид, он и является мощным антиоксидантом, природным, да, защита наша. Когда мы его употребляем внутрь, очень хорошо, да, когда на кремике у нас есть витамин Е, витамин С, вот эти вот антиоксиданты, которые защищают нас снаружи. А этот антиоксидант защищает все клеточки изнутри. И для здоровья это великолепно, и для красоты, потому что мы косметическая компания, да, потому что это продлевает молодость, это убирает все признаки преждевременного старения. И, конечно, вода. Вода должна обязательно поступать в наш организм ежедневно, потому что она является транспортным средством, которое доносит все питательные вещества до наших клеточек. Если мы будем пить ПЭК, чистой совестью знать, что все витаминки мы пьем, и при этом не выпивать норму воды, питательные вещества до наших клеточек не будут доноситься в том объеме, да, в котором мы хотим. Если в семье курят, то даже у ребенка, да, не будут доноситься все питательные вещества до его всех клеточек, да, поэтому витаминки обязательно дополнительно всем, да, и плюс, да, молодцы, и пить обязательно воду. Сколько норм воды в день? 30 миллиграммов на килограмм. Да, 30 миллиграммов на килограмм веса примерно, поэтому, ой, что-то мне тут надо нажать. Вот, давайте подведем итог, да, какие нам нужны макроэлементы, да, каждый день. Углеводы, мы знаем, какие нам нужно есть теперь? Какие углеводы? Ненасыщенные. Это жиры. А углеводы мы едим медленные. Так, совершенно верно. Белки. Белки мяса, но не жирное мясо, да. Жиры ненасыщенные, это рыба и растительные масла. Витамины, минералы и вода. Вот это вот обязательная составляющая рациона нашего ежедневно. Вот так вот должна выглядеть наша тарелка питания. Что-то мы вначале начали говорить, да, о том, как мы любим питаться. Обычно вот все как-то по-другому. Обычно у нас тут половина короны, там, гарнир, чего-нибудь, да, котлетка сюда, да, или там свинетка там что-нибудь. И сюда, там, я не знаю, огурчик, шмяк или там капуста солененькая. Что-то такое, чем солененькая даже. Селедочка. Ну, обычно селедочка. Вот это как-то вот у нас, ну, традиции наши, да, которые, к сожалению, нам приходится нарушать. В смысле, нарушать-то не к сожалению, да, к сожалению, что это стало традицией. И то, как мы питаемся, это же видят наши дети, да, перенимают это же самое питание. И думают, что это нормально. Поэтому, уважаемые взрослые, давайте переходить вот на правильную тарелку питания, где половину должны занимать все-таки салаты. И это там не оливье с майонезиком, да, это, да, салаты, салаты, салаты. Местовые овощи, помидоры, огурцы разноцветные, красивые, замечательные. Это медленные углеводы, то, о чем мы с вами говорили, да, те же крупы, замечательная перловка, которую так любят шведы, да, допустим. И любой оптимальный источник белка. Рыба, курица, нежирное, если это мясо, да, и так далее. И в помощь нам для быстрого ритма жизни обязательно велнес-продукты. Обязательно велнес-продукты. Это для здоровья. Теперь для снижения веса. Что делать? Как узнать, в норме ли ваш вес? Есть такое понятие, да, как индекс массы тела. Пользуетесь таким понятием? Да. Если превышает индекс массы тела 25 единиц, ну не хана, конечно, но повод задуматься, да, повод задуматься о том, что как бы сдвинуть эти циферки влево. Примерно месяц уходит на то, чтобы, помните, да, там вот такая табличка у меня, к сожалению, квадратики. Видели эту всю табличку, да, в наших руководствах, в каталогах велнес есть. И если вы определили, что ваш индекс массы тела 25 или так, вправо, да, вот чтобы отодвинуться на квадратик влево, к норме, около месяца всего должно пройти, чтобы прийти на один квадратик ближе к норме. Это с велнес-продуктами. Да, с определенной диетой. Можно проще поступить, если вы не знаете, как определить, там, не видели, не хотите видеть всю эту табличку, да, это все высчитывать. Можно померить окружность талии. Вот для женщин окружность талии это 80 сантиметров. Вы знаете, еще несколько лет назад эта норма была 88 сантиметров, а для мужчин 102. Сегодня эти нормы снижаются. Для женщин. Для женщин снижаются. Для мужчин тоже. Для мужчин было 102, а стало 94. Ну, то есть, вот, конечно, у нас есть определенный, там, рост и так далее, да, как мы говорим, у нас кость широкая, да, определенные какие-то конституционные особенности. Это все, на самом деле, связано с индексом массы тела. Это просто более упрощенная такая. Можно померить окружность талии. Есть там серьезные уже исследования по поводу того, где у кого копится жир и разные жиры, да, абдоминальные, мы помним, там, и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем взглубляться вот в эти вот медицинские темы очень серьезно. Просто достаточно померить и задуматься, да, прийти к выводу. На самом деле, 80 сантиметров, ну, это так, это, да, более так, это серьезно уже, да. Поэтому, ну, некоторые еще ориентируются, как вот, рост нужно разделить пополам. Вот только должна быть талия. Попробуйте, тоже вариант такой есть. Ну, да, это как-то больше. Ну, в общем, ИМТ, это идеально то, да, к чему нужно стремиться. Меньше 25. Вот. Поэтому сделайте для себя вывод, что вы выбираете все-таки, да, плотно завтракать или плотно ужинать вот такую вот еду или вот такую вот еду. Сегодня мы все узнали, какую еду нужно есть действительно, да, каждый день, чтобы не управляться, чтобы вести здоровый образ жизни и быть активными. И если все-таки пришли к выводу, что вес нужно снижать, что мы делаем, да, мы помним, что самая банальная причина полноты – это переедание. Просто переедание, да, которое… Да, можно петь, да, есть такая же поговорка, да, вы правильно говорите. Вы хотите поесть – попейте. Потому что иногда человек, к сожалению, вот здесь вот путает чувство голода с чувством жажды. Да, спасибо. Иногда попьешь и вроде как усыпаешь, да. Поэтому и наши энергозатраты, и наше поступление энергии должны быть на весах вровень. Если мы едим больше, чем тратим энергии, эта энергия у нас откладывается. Вот, видели, жиром. Вот и все. Нехватка витаминов. Всем худеющим всегда советуйте принимать витамины, wellness pack, да, потому что мы говорили, как правило, худеющие ограничивают себя в калориях, да, с едой у них меньше витаминов поступает. И есть вот еще такая вот фишечка, у нас есть головной мозг, да, который тоже участвует во всех этих процессах. И понимаете, что в мозг должны поступить те сигналы, да, о норме витаминов. Тогда он будет спокоен, и он будет давать нашему организму сигнал, что все, ты сыт, все хорошо. Если витаминов в организм поступает мало, то в мозг идет сигнал, что витаминов мало, что организм еще не сыт, и человек начинает есть. Он реально чувствует себя голодным. А все потому, что не из-за того, что он еды мало съел, а из-за того, что витаминов в организм мало поступило. Вот и все. То же самое у нас так называемыми пустыми калориями происходит. Когда мы съедаем гамбургер, допустим, да, ну, условно, что такое пустые калории. Его же много. Он большой, красивый, сытный. Мы его съели. У нас здесь-то что? Сытенько все. Вот он там у нас, да, хороший. Но мы не понимаем, что мы съели, мы сытые. А в нем пользы никакой. Вот из всего, что мы с вами перечислили, да, вот из этих вот шести макро-микро-интриентов, там ничего нет. Там быстрые углеводы, там... Не дай бог, да. Еще и с кока-колой туда выпадает. И в мозг идет сигнал о том, что органист, на самом деле, в голоде, а человек реально хочет есть. И он идет, ест еще один гамбургер. А у него вот эта вот привара гликемического индекса пошла наверх, да. И когда она наверх-то пошла, все хорошо, энергии много. А потом раз, вниз, упадок сил, и после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Давайте узнаем эту поговорку. И что человек интуитивно делает? Как бы чаек пьет печеньками, да, после еды вроде как сытый, ты должен бежать творить. А у тебя упадок сил, тебе хочется опять вот эти силы восстановить. И опять восстанавливать за счет медленных, за счет быстрых углеводов, да, не дай бог. Так вот в этом случае нам на помощь приходят wellness-продукции. Для того, чтобы мы не чувствовали постоянные вот эти упадки сил, для того, чтобы у нас было все спокойно с витаминами. Как только почувствовали голод, коктейльчик, либо супчик. Убираете все вредные перекусы, убираете все вот эти вот, уже можно быстро заглотить, да, когда голодных вот слона съем. Все спокойно, спокойно готовите еду. Я вот маму свою тоже приучила, у нас с работы прибегает, выпивает коктейль, начинает готовить еду для семьи. Потому что что обычно происходило раньше? Да, да, вот это вот, вот эти глаза в холодильник, быстро накидался, потом уже и готовить ничего не охота. Ну и вроде как все равно, потом все вечером пришли, кушаешь все вместе, да. Поэтому вы выпейте для начала, да, этот коктейльчик, и уже спокойненько, размеренно можно все приготовить, у вас не будет вот этого жуткого чувства голода. Потому что коктейль, он его снижает, да, мы уже говорили о том, что он, это оптимально сбалансированный источник питательных веществ, всех необходимых для нашего организма. Он дает насыщение нам на несколько часов. За счет аминокислот тоже, за счет клетчатки тоже. Там клетчатка еще содержится, да, в виде вот этого вот сахарной свеклы без сахароза, которая. Я думаю, о составе вы прекрасно знаете, да, из чего состоит коктейль. Я, да, не буду рассказывать про это несколько раз. Поэтому хотите быть здоровым, потребляйте коктейль вместо всяких вредных перекусов. Хотите быть стройным, потребляйте коктейль вместо всяких вот этих вредных перекусов. Плюс еще можно заменить, да, допустим, поздний ужин на коктейль. Есть у кого-то истории, как вот происходило, да, у меня есть своя тоже wellness история, минус 7 килограммов с коктейлем и супом. И я тоже раньше, знаете, может быть, где-то относилась, он же всегда есть, вот у меня дома есть, на работе есть, в свободном доступе. Ну, коктейль, я знаю, что это хорошо, это замечательно. Но когда нет регулярности, да, нет результата, нет системы, нет результата. Это во всем так. Поэтому хотите результат по здоровью, по снижению веса, во всем должна быть система. У нас для этого есть подписки. Замечательные подписки на те самые продукты, которые, собственно, для этой системы нам и нужны. У всех есть подписки? Да. Замечательно, все кивают, да, молодцы. Вот поэтому, когда у меня тоже не было этой системы, да, не было результата. Как только каждый день из-за меня вот этих перекусов, все, результат пошел. 7 килограммов не ушли, которые мне мешали жить. Есть еще у нас супчик, который точно так же в этой же связи мы можем употреблять. Надоел коктейль, я не знаю, я уже сегодня пью, хочу что-нибудь горяченького. Тем более, да, зима. На носу всегда хочется горяченького. Есть вот такие замечательные супчики, которые тоже очень богаты теми же самыми аминокислотами, которые должны ежедневно в наш организм поступать. Тоже три источника белка. Когда три источника белка, это вообще все оптимально, все замечательно. Жиры здесь тоже есть. Жиры здесь ненасыщенные, да, масло каноны, плюс обогащенные омега-3. Нет никаких искусственных красителей, искусственных консервантов. Очень долго дают нам энергию эти супчики. На несколько часов. Готовить одно удовольствие. Да, вот я вчера 7 часов в поезде ехала из Новосибирска. У меня спас только коктейль. Люди ходят, лапшу эту заваривают, значит, сидячие места, еду не носят, есть нечего. Я предусмотрительно с собой в шейфер насыпала коктейль. Воду везде продают, воды налила. И я, дай Бог, слава Богу, проехала все эти 7 часов, да, спокойно на батончике и на одной порции коктейля. Ну, то есть люди так смотрели, что это такое. Вот она танцует, сидит с лапшой. То есть про супчики то же самое, как лапша готовится, да, очень быстро. Очень быстро, очень удобно, но пользы там очень много. Для ребятишек, которые приходят со школы, да, пока там мама придет, им что-то, вы придете приготовить, сколько времени придет, да, ему надо на кружки бежать, я не знаю, там, на гитару, на волейбол. Энергию, ему надо где-то брать. Что он обычно после школы ест, или она? Бутерброды, да? Что еще? Да пойдет в магазин чипсов наезд, да, с кока-колой, и счастлив будет, да? На самом деле это опять вот эти вот скачки гликемического индекса, это, ну не будем говорить, да, в медицинские темы углубляться. Есть вот такой вот продукт, ребенок пришел, быстро-быстро размешал, съел, все, чувство насыщения 4 часа, как минимум. Горяченько он поел, опять же, и ваша душа спокойно. Вот, поэтому употребляйте, пожалуйста, рекомендуйте всем, у кого есть дети, школьники. Это очень, да, замечательный продукт. Кроме того, да, я еще хотела сказать, что здесь в супчиках есть такая, содержится клетчатка замечательная, как инолин. Приходите все на вебинар 14-го числа. Я вам, да, подробно расскажу про то, про что это такое, да, почему именно инолин очень важно употреблять каждый день. Может, кто-то уже знает, что это такое? Это клетчатка. Это клетчатка, да, которая настолько идеально нормализует наш обмен веществ, весь баланс в организме выстраивает таким образом, что он работает как часы, да, будем говорить так. И вообще инолину посвящают врачи прямо отдельные, знаете, такие симпозиумы целый день. Целый день говорят про инолин. Мы можем с вами поговорить на вебинаре буквально 5-10 минут, поэтому приходите 14-го числа, послушайте, да, мы подробно все расскажем. Это горячий супчик с инолинчиком, очень полезный. Есть у нас еще горячие чаи, тоже с тем же самым инолинчиком. Сейчас зима, вот буквально уже, да, на носу, поэтому рекомендуйте всем и супы, и чаи. Это именно вот то горячее, что хочется употреблять вот в холодное время года. Лена, вот напитки с какого водороса можно? Ну, вообще с трех лет. Можно. Да, с трех лет и не больше трех кружек в день, как бы для взрослого. Ну, ребенку, может быть, я не знаю. Там же еще по вкусу пол ложечки добавляете, пол чайной ложки на стакан кипятка, да, потому что я знаю, что делают там целую чайную ложку и там активные, преактивные, да, глаза лазят. То есть на самом деле кофе, да, вот кофеманом можно заменить на актив очень полезно, да, и очень спокойно. А для того, чтобы наоборот расслабиться, или вечером, или в течение дня, где-то что-то понервничали, выпиваете релакс, реально работает. Знакомые кофеманы оценили, говорят, что если раньше кто-то вставал, да, и без чашечки кофе глаза открыть не мог, то реально выпивая актив, в первых, пользы больше, да, кофеина гораздо меньше. То есть действие практически то же самое. Ты активный, хочется творить, бежать, еще и горяченького попил. А вы представляете, сейчас с новым пледом соединялся, который с рукавами, да, запутались, кружечку с барашком, наливаешь чай, допустим, релакс, и вечером сидишь, себе релаксируешь, горячо, вкусно, полезно. Вот, я как-то по телевизору смотрела, знаете, случайно включила передачу, девушка там, англичанка из Англии, готовила чай. И она в ступке толкла, я к чему обратила внимание, в ступке толкла вот эти вот все бомбасы, да, ромашку, кардамон, ройбуш туда добавляла, корицу. И нулина только у нее там не была. И думаю, что такое, что мне напоминает. И она вот из всех этих ингредиентов заваривала себе чай. И говорила, что это рецепт ее пра-пра-пра, там, какой-то бабушки. То есть, и вот они, с покон веков им передается этот рецепт, они его очень любят для того, чтобы вечером согреться, там, нервы свои успокоить и так далее, и так далее. Вот у нас этот рецепт наших пра-пра-бабушек, пра-пра-дедушек, реально, который уже готовый. Если вы видите, да, вот размешали, там плавает, взвесь вот это вот, это вот тот самый полезный инулинчик, который не выбрасываете, а наоборот, выпиваете. Он для нашего организма вот такая вот сухая. Потому что и сахар снижает. Что вы имеете в виду? Осадок, осадок. Осадок, осадок, вот это вот плавает, да, некоторые говорят, это надо наоборот, да. Размешайте, чтобы оно там лучше пошло, да, и выпивайте. Ничего не игнорируйте, там все полезно. Не зря нам, да, швейли все это придумали. Это нужно заваривать, насыпал. Да, насыпал, но он всегда, ну, как бы, заливается, да, не заваривается, заливается горячей водой. Его можно и холодно пить, и пить, но заварить, его залить нужно просто потом остудить, если кто-то не любит горячий. Вот, поэтому, вот, обратите внимание, да, на зимние вечера, на зимние дни, вот эти вот два напитка, да, с инулинчиком. И к чаю вот такие вот замечательные батончики. Мы вот батончики, да, пошли на ура, это и для детей замечательное лакомство, и для взрослых. С собой в сумку взяли, побежали, да, иногда вот тоже где-то целыми днями, целыми днями нет возможности поесть. Достали из сумочки, перекусили, и вы понимаете, что вы чувство голода утолили, и ваша фигура в безопасности, да, потому что здесь очень хорошо заряжают энергией, да, эти батончики, всего 150 калорий на один батончик. Ну, это гораздо сытнее, но по калориям гораздо меньше, чем, допустим, съесть шоколадку. Да, та же шоколадка, это 500 с лишним килокалорий. А здесь один батончик, некоторые даже не могут его целыми съесть, потому что очень-очень сытный, и уже, ну, все, уже куда-то, да. Да, и при этом также очень полезные злаки, и также три вида белков, да, три вида протеинов. Это горошек, соя и молоко, молочная сыворотка. Это злаки, овес, рис, этот самый, пшеница, ячмей, да, и натуральные ягоды. Это гранат, черника, очень популярная сейчас, да, про нее очень много говорят, ягода асайи, очень мощный антиоксидант. Видели, сколько она в магазинчиках стоит, да? Засушенная эта ягода, там, в запад вообще по ней с ума сходит. То есть это такой у них антиоксидант, такая сейчас фишка. Вот, поэтому у нас это вот оно, есть, пожалуйста, употребляйте, ягоды асайи в том числе, натуральные какао-бобы, настоящие какао, кто любит шоколадные батончики, пожалуйста, шоколадные. Ребятишкам в школу, милое дело, замечательно, кинули, а пусть лучше он съест батончик, чем побежит съесть, не пойми чего, там, да, в магазин, в из-за школы. Потому что у них сейчас, я не знаю, ну, не модно, может быть, там, питаться у нас не модно. Знаете, как они, да, говорят? Такие вот. Это младшая школа, там, ходят, питаются в столовой, а мы уже большие, мы сами покупаем. В буфете, что они там покупают? Кексы. Ну, кексы, компоты. Ну, ладно, один раз кекс, компот, соки. Ну, про соки мы знаем, да? Та же самая еда с сахаром, да, и все такое. Пусть он лучше съест этот батончик и зарядится энергией надолго, и у него хватит этой энергии, да, до обеда, так скажем. Вот, и ему же еще и думать надо. Поэтому рекомендую, ну, это рекомендация не только женщинам, которые любят сладкое, да, я к этому веду, абсолютно всем. Вот эти батончики. Поэтому, дорогие друзья, выбор на самом деле за нами, да, то, что есть, как рекомендовать, употреблять, начинайте употреблять волны сами, регулярно и в системе. И вы получите результат, с этим результатом уже спокойно можете рекомендовать этот продукт другим. Я вам желаю отличной формы, великолепного самочувствия, высоты и здоровья. Спасибо.